Добрый день, в ближайший час мы играем на своем поле. Для связи с нами работает телефон студии 65 10 99 и 6, либо вы можете оставлять свои комментарии на сайте Финам.фм на страничке программы на своем поле. Тема нашей сегодняшней программы – допинговый скандал. Исключат ли велоспорт из программы Олимпийских их 2016 года? Напомню, с таким заявлением выступил член Международного Олимпийского комитета Дик Паунд. Это случилось сразу после того, как Лэнс Армстронг признался в телеэфире, что употреблял допинг. И если появится доказательство того, что Международный союз велосипедистов знал о допинговых схемах и не отреагировал должным образом, у МОК будет лишь один выход – отстранить от участия в играх всех потенциальных причастных к скандалу. Вот такое заявление. Не слишком радостная перспектива. Ну а накануне пришла новость, что вслед за нашумевшим признанием Армстронга об употреблении запрещенных препаратов заявили и бывшие голландские велосипедисты Марк Лоц и Дани Леллисон. Ну, сегодня у нас в гостях люди, которые непосредственно знают, что такое допинг и знают, как с ним бороться, а также люди, которые непосредственно знают, что такое велоспорт. Я представляю сегодняшних гостей. У нас Никита Камаев в гостях. Это исполняющий директор антидопингового агентства «Русада». Никита, добрый день. Добрый день. Сегодня у нас в гостях Андрей Шумаков, пресс-атташе профессиональной континентальной команды «Русвел». Андрей. Добрый день. Добрый день. Я вас сразу спешу поздравить. накануне прочла, что ребята выиграли сразу три медали на этапе Кубка Мира в Мексике. Спасибо. Да, так что это все для нас актуально. Ну и по телефону у нас получится связаться с Анатолием Николаевичем Воробьевым. Это заслуженный тренер, человек, который знает, как тренировать и как избежать допинговых проблем. Ну, прежде чем прочесть вот то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, о допинге и велоспорте, прочла много отзывов. И, естественно, все спортсмены, все тренеры в один голос заявляют. Нет, никогда не будет такого. Олимпийские игры останутся вместе с велоспортом. Велоспорт будет в олимпийской программе. Все как один об этом говорят и утверждают. Как вы считаете, случится ли вот этот, на мой взгляд, спортивный коллапс? Смогут ли исключить велоспорт? Андрей, давайте с вас. Мне бы в это верить очень не хотелось, поскольку велоспорт является моим любимым видом спорта. И видеть его вне программы олимпийских игр, для меня, честно говоря, это было бы ужасом. Но в последнее время в нашем виде спорта произошел целый ряд событий, которые, в общем, тоже явились достаточно удивительными. И многие из них, к сожалению, со знаком минус. Поэтому я уже даже ничему не удивляюсь. На самом деле, вы можете представить две ситуации, когда велоспорт исключают, что из этого получается, или велоспорт остается? Как дальше происходит ситуация с допинговыми скандалами, которые так или иначе преследуют вид спорта? Я думаю, что велоспорт становится чище. Я думаю, что люди, которые сейчас участвуют в Олимпийских играх и будут участвовать в Рио-де-Жанейро и в следующих Олимпийских играх, ни в коем случае не в ответе за Лэнса Армстронга и других людей, кто употреблял допинг в прошлом. Я думаю, что их не за что наказывать. Никита, а ваше мнение? Как вы оцениваете перспективу велоспорта на играх? Я считаю, что велоспорт — это великий вид спорта. Перспективы у велоспорта, безусловно, существуют. Если говорить о тех оценках, которые позволил себе господин Паунд, это его частная оценка. До сих пор в мире не было прецедентов лишения аккредитации Международной Федерации в рамках мирового олимпизма. Это называется процесс, называется формально лишение аккредитации. На самом деле этот механизм, он предусмотрен. Существует он, может быть, не столь формализован и не столь прописан в рамках Харти и МОК и некоторых других нормативных документов Международного олимпийского комитета. Но для того, чтобы это случилось, нужны очень серьезные веские основания. И это не процесс автоматический, это процесс рассмотрения. Процесс, подобный, ну, скажем так, разбору полетов или дисциплинарных слушаний. С моей точки зрения, гораздо более вероятна ситуация, когда кто-то из функционеров Международной организации, Международной Федерации, принесет определенную ответственность за случившееся и будут примены какие-то санкции, которые прямо предусмотрены кодексом ВАДА и стандартом, то есть лично, персонально. Это да, это возможно. Что касается велоспорта, нужны очень серьезные аргументы. И более того, из того, что я знаю и вижу ситуацию, я не вижу оснований, опять-таки повторюсь, это моя точка зрения, оснований для лишения аккредитации спорта как такового. Персонали и да. Я вам хочу сейчас буквально на одну секундочку прямую речь, да, что называется призер Олимпийских игр, ваша Андрейхи, непосредственно подопечная, скажем так, Ольга Забелинская, да, она вот высказалась по этому поводу. Как-то сложно представить Олимпиаду без велоспорта, какой-то бред. Да и у профессионалов на шоссе всегда в приоритете был чемпионат мира и престижные гонки, Тур-де-Франс и всякая классическая дистанция. Некоторые из них даже не особо ставят себе задачи отбор на Олимпиаду. Но ведь речь идет не только о них и не только о шоссе. Есть ведь трековики, маунтинбайк, остальные виды, BMX, например, ну такой массовости, как у нас нет ни в одном виде спорта. Действительно ли Олимпиада для велосипедистов является не главным стартом и сезона, и четырехлетия? И насколько под санкции, если они будут от Международного Олимпийского комитета, попадут не только действительно люди, которые непосредственно выходят на классические дистанции, но и вот то, о чем говорит Ольга, маунтинбайк, BMX. Я думаю, что все-таки Олимпиада для многих гонщиков является, действительно, для трековиков, для маунтинбайкеров является главным соревнованием сезона, безусловно. Именно они разыгрывают большую количество, большую часть медалей. Для многих профессиональных гонщиков, профессиональной мужской элиты, может быть, Олимпиада является, победа в ней не столь престижной, наверное, но тут даже, наверное, есть другой момент. Трасса часто не всем подходит, но выступить на Олимпиаде, хотя бы помочь своему гонщику, своему лидеру, кто на данной трассе может выступить успешно, почитать за честь все и за сборную России с удовольствием на Олимпиаде в Лондоне выступал Денис Меньшов и многие другие гонщики, которые абсолютно точно не могут выиграть эту групповую гонку, они едут для того, чтобы помочь своему лидеру. Но ведь в велоспорте это не новость, есть команда, которая работает, как правило, на одного человека, да? Да, это так. И победа на Олимпиаде, я не знаю, Сэмюэл Санчес, выиграв Олимпиаду в Пекине, стал истинной звездой у себя в Испании, до этого он не был такой звездой. Ну, проблема допинга, наверное, актуальна для любого вида спорта, согласитесь со мной, Никита, и вы, как человек, который непосредственно занимается антидопинговыми проблемами, это знаете, подтверждаете. Но, как мне кажется, велоспорт это один из немногих видов, где это наиболее актуальная и часто встречающаяся проблема. Там попался на допинге, здесь какие-то запрещенные препараты. Вот какие-то особые отношения с Федерацией велоспорта вы выстраиваете, может быть, чуть более тщательно их контролируете, может быть, чаще приходите делать на допинг пробы, какие-то вот анализы. Как это происходит у вас взаимоотношения именно с Федерацией велоспорта? Я вынужден согласиться с точки зрения оценки рисков допинговых, а есть такое понятие в антидопинговом сообществе оценка рисков допинговых. Велоспорт, как выраженный циклический вид спорта, относится к категории высокорисковых. Это связано, понятно, с физиологией, о которой мы говорим, со спецификой, с техникой этого вида спорта, с одной стороны. С другой стороны, я должен сказать вам следующее, что Международная Федерация велоспорта является одной из наиболее активных, являлась и является в настоящее время организацией, последовательно борющейся со спортом, как организация с допингом в спорте. Ну, например, я скажу так, что первые шаги по борьбе с аутогемотрансфузиями и с эритропоэтином, то есть стимуляцией эритропоэза, проводилась именно Федерация велоспорта UCI международная, да, ну, вместе с Международной Федерацией электритической и АФ. Система НОСТАРТ была впервые введена именно этой организацией. Работа по созданию биопаспорта спортсмена — это большая заслуга Международной Федерации велоспорта. Более того, вам скажу, что до 99-го года, до создания Всемирного антитопингового агентства, комплексная, системная работа в рамках документа кодекса или правил антитопинговых, существовала всего в двух федерациях — это велоспорт и легкая атлетика. Но несмотря на то, что такая огромная работа совместная проводится и РУСАДА, и Федерация велоспорта, проблема остается. Допинг-скандалы возникают и на крупных международных соревнованиях, и на Олимпийских играх в том числе. Вы можете говорить о том, что совместная работа приносит какие-то позитивные плоды? Или если бы вы ее не делали, то тогда, соответственно, и количество употребляющих, и попавшихся на применение допинг-препаратов было больше? Ну, вы ответили на свой вопрос. В общем-то, мы работаем на одну цель с Федерацией международной и с Российской тоже Федерацией. Кстати, мы буквально позавчера подписали соглашение с Российской Федерацией велоспорта. Это третье соглашение с Федерацией на территории Российской Федерации. То есть у нас есть соглашение с Гонитальной хоккейной лигой и с Федерацией биатлона Российской Федерации о сотрудничестве и разработке антидопинговой программы и, более того, о особенном углубленном исследовании, скажем так, антидопингового поля. Речь идет и о мониторинговых программах, о дополнительном тестировании и о специальных программах образования. Андрей, расскажите, как происходит вот этот процесс, когда на тренировку или на какое-то соревнование приходят представители РУСАДа? Как реагируют спортсмены? Насколько они, я имею в виду сами, спортсмены, велогонщики, адекватно говорят, да, пожалуйста, конечно, я готов. У них есть право отказаться, у них есть право сказать, нет, ребята, я сегодня не готов, я сегодня не приду на тренировку. Как это происходит практически? Все-таки и наши гонщики, и международные гонщики, гонщики зарубежные, да, реагируют очень сильно по-разному в силу собственного характера, поскольку достаточно часто пробы берутся в раннее время, но это делается для того, чтобы гарантированно застать человека в том месте, которое он отметил в компьютерной системе Адамс. Пробы достаточно часто берутся в раннее время, а вставать, скажем, в 6 утра не хочется никому, и поэтому после каких-то проб мы можем читать твиттер, в котором там сразу несколько гонщиков отмечают, вот меня разбудили в 6 утра, нехорошие допинг-офицеры, но на самом деле, поскольку ни отказаться, ни сбежать, никакой возможности особой нет, в общем, все сдают допинг-пробы, и потому, что количество, как мне кажется, положительных допинг-случаев и количество таких каких-то громких скандалов именно в настоящем времени, да, мы не берем скандал Армстронга, который затрагивает все-таки прошлое время, оно все-таки уменьшается, в общем, и гонщики реагируют все положительнее и положительнее, а при этом тесты все отрицательнее Мы сейчас эту тему обязательно с вами продолжим, у нас сейчас новости, буквально на полторы минуты прерываемся, тему допинг-скандала в велоспорте на Финам.ФМ в программе «На своем поле». Это действительно программа «На своем поле», сегодня мы обсуждаем допинг-скандалы в велоспорте и возможность исключения именно велоспорта из программы Олимпийских игр 2016 года. У нас сегодня компетентные гости, это Никита Камаев, исполнительный директор антидопингового агентства РусАДА, а также Андрей Шумаков, пресс-атташе, профессиональной континентальной команды Русвела. Андрей, вы говорили о том, что допинг-тесты, допинг-пробы, к сожалению, становятся все более отрицательными, но спортсмены реагируют все более положительно. Вот Никита в перерыве нам рассказал, что есть какие-то определенные правила, по которым представители РусАДА и ВАДА, наверное, тоже могут приходить к спортсменам. Какие есть регламентирующие рамки, которые позволяют спортсмену чувствовать себя более комфортно и знать, что сегодня к нему придут? — Ну, прежде всего, о том, кто же является объектом таких злостных посягательств в 6 часов утра или в 2 часа ночи. Во-первых, речь идет о называемом международном или национальном пуле тестирования. То есть тестированию в рамках системы АДАМС, о котором упомянул мой коллега, подвергаются спортсмены международного и национального пула. На самом деле, в России их не очень много, их около 3000 человек, не больше 3000 человек. Это люди, это элита спорта, олимпийского спорта, которые сознательно взяли на себя определенные обязательства. Другого быть не может. Это люди, которые финансируются у нас государством и приняты правила игры, которые приняты во всем мире. Это очень важно понимать. В рамках системы АДАМС спортсмен предоставляет информацию о своем местонахождении. Он указывает час в сутки, когда он доступен для тестирования. То есть в это время офицер допинг-контроля имеет право и обязан прийти и провести определенные манипуляции. Забор либо допинг-пробы, либо забор биоматериала для паспортизации. Это каждый раз он должен объявлять, сегодня я вот там в это время нахожусь, завтра вот еду на тренировку. Или это определенный период, в который вы можете прийти на тренировку, вы можете прийти домой и взять этот допинг-тест перед соревнованиями, во время, после, когда это происходит, в временном отрезке. Вот давайте последовательно. Речь идет о тестировании в несоревновательном, то есть называемом целевом тестировании. Спортсмен на определенный промежуток времени, ну, например, на квартал заполняет в электронном виде специальной компьютерной программе, специальном софтвере место своего нахождения и время своего нахождения. Это может быть любое время в интервале от 6 утра до 11 вечера, то есть ночью никто не приходит. Ночью в обычный вне соревновательный период тестирование спортсмена не проводится. Спортсмен заполняет эту программу, он обязан это делать. Да, и только в это часовое окно может проводиться его целевое тестирование. Если его нет в это часовое окно, либо он неправильно заполнил, да, это является нарушением антидопинговых правил. И человек сразу автоматически попадает под подозрение? Он, более того, он попадает, во-первых, под подозрение, как вы изящно выразились, и более того, он получает определенные пенальти, он получает определенные, ну, скажем так, превентивные санкции. Это не являются дисциплинарными санкциями, но трехкратное нарушение правила заполнения Адамса или отсутствие спортсмена по месту нахождения в течение трех раз, является основанием для применения к нему санкций дисциплинарных. Он может быть из команды на какой-то период времени от тренировочного цвета? Может, может, именно об этом, да. Санкции в этом часто и выражаются. Временной дисквалификации, отстранение от тренировки, участие в соревнованиях и так далее. Дальше, что происходит дальше? Когда спортсмен заполняет эту систему о своем местонахождении, он волен, повторяю, выбрать время любое. То есть, если спортсмен сова и не хочет, чтобы к нему приходили в шесть часов, он может взять любое другое удобное ему время. Мы проводим достаточно большое. Мы — это РосАДА и вообще, я думаю, что все антидопинговое сообщество и ВАДА тоже проводят огромную работу по образованию и поведению поддержки спортсменов, заполняющих систему Адамс. Это и образовательные проекты, и горячие линии, и прямые консультации, да, как это все делать. Поэтому, как правило, проблем не возникает. Если спортсмен, находящийся в международном пуле пять лет, и такие случаи, к сожалению, раньше бывали, сейчас их меньше и меньше, там, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр говорит, я забыл, я не понял, или я как-то так не проявил достаточной усидчивости в этом заполнении, у нас, естественно, возникают вопросы, очень часто подтверждаемые потом, ну, скажем так, материальными подтверждениями. Андрей, а как реагируют, может быть, знаете, меня интересуют тренеры. Они могут сказать, товарищи, уважаемые мои спортсмены, я вас отстраняю на тренировки, если вы не придете на допинг-тесты. Или они не имеют отношения к этому процессу, все взрослые люди, все профессионалы. Для всех это работа, за которую они получают деньги, и ты сам за себя отвечаешь. Или есть какие-то, помимо санкции со стороны превентивных РУСАД, есть еще какие-то санкции со стороны тренерского штаба, который, в общем, может тоже пригрозить кулачком. Мне сложно представить ситуацию, в которой бы гонщик команды РУСВЕЛ отказался от прохождения допинг-теста. Честно говоря, представлять эту ситуацию очень не хочется. Я думаю, что в любой профессиональной команде гонщик, попадающий под подозрение, он автоматически отстраняется от тренировок, от участия в соревнованиях, если есть какое-то серьезное подозрение, и отстраняется именно тренерским штабом. Что же касается того, что сказал коллега о том, что называется ликбезе по тому, как заполнять систему Адамс, действительно такая работа проводится, и инструкции, которые мы получаем от РУСАД, наш офис с удовольствием рассказывает об этом гонщикам и, в общем, проводит этот ликбез для них. Я напомню, у нас телефон в студии 6510996, код города 495. Мы буквально через несколько секунд свяжемся с тренером. Раскулись мы, заговорили про тренеров с Анатолием Николаевичем Воробьевым, заслуженный тренер России по велоспорту. У меня есть только один вопрос. Мне кажется, мы ходим вокруг да около, потому что все так или иначе, может быть, косвенно, может быть, прямо, говорят, да, допинг есть, есть в большом спорте, без него большой спорт, невозможен. Мы говорим, что нет, вот мы пытаемся каким-то образом этому противостоять, пытаемся противодействовать. У нас есть способы для того, чтобы избежать какие-то такие вот сложные ситуации. Не кажется ли вам, что мы все друг другу, ну, немножечко лукавим? Никит, вы так заулыбались. Люди вообще много говорят, как говорил один, простите за тавтологию, один из героев фильма Квентина Тарантино. Я глубоко убежден, что спорт без допинга возможен, причем спорт в тех достижениях и рамках, которые существуют в настоящее время, да? Даже так, я в этом убежден и могу аргументированно свою позицию объяснить. Хорошо, мы сейчас обязательно выслушаем, потому что эта тема для меня очень интересна и актуальна, потому что с каким бы спортсменом я ни поговорила, да, как-то та вот закулисна. И все говорят, конечно, да, к сожалению, такое есть, потому что если тебе в 15 лет тренер предлагает дальше продолжать свою спортивную карьеру, то нужно уже потихонечку принимать какие-то препараты. Может быть, чуть полегче, может быть, чуть там уже дальше посильнее. Когда мы приходим на официальные большие мероприятия, нет, мы чистые. Вот для меня вот это вот как-то достаточно странно звучит. Но у нас есть на связи Анатолий Воробьев. Анатолий Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы тут тему допинг-пробы обсуждаем и допинг-скандалов и допинг-тестов, и, соответственно, говорим про велоспорт в связи с тем, что, как сказал наш сегодняшний гость Никита Камай, восполнительный директор антидопингового агентства Русада, это один из тех видов, которые относятся к высокорисковым, да, правильно, Никита? Совершенно верно. Да, вот насколько эта тема, как вы считаете, актуальна для велоспорта? Вы человек, который много лет работает в этом виде спорта, который уже является заслуженным тренером. Вот Никита утверждает, что большие результаты, большие достижения возможны и без применения запрещенных препаратов. Это возможно с вашей точки зрения? Несомненно. Это доказывает опыт наших великих спортсменов, которые были в свое время в СССР и в позднее время России. Но, понимаете, все проблемы еще в том, что это все приходит к нам с Запада. Быстрые результаты, которые, соответственно, могут показать спортсмены, они в обязательном порядке должны стимулироваться какими-то препаратами, что, в общем-то, у нас, у нас не принято, но часть спортсменов у нас, ну, скажем, не лучших, применяют эти препараты, что является таким, знаете, ну, противозаконным методом. Анатолий Николаевич, вот скажите, те результаты, которые показывали спортсмены 20-30 лет назад без применения каких-то запрещенных препаратов, они могут быть сопоставимы с теми результатами, которые показывают сегодня спортсмены, те из них, которые употребляют запрещенные какие-то лекарства, средства. Ведь, на самом деле, разница уже пошла не на сотые секунды, а уже совершенно другие цифры у нас фигурируют. Возможно ли действительно ехать так, но без внешнего вмешательства лекарственного? В общем-то, это возможно, это возможно, но сложно, ведь спортсмены и тренеры хотят минимальный срок получить хороший результат, а это долгий, плодотворный процесс, и чтобы подготовить, там, образно говоря, призера олимпийских игр или чемпионов олимпийских игр, это минимум как 8-10 лет. А у нас хотят буквально за год, за два провести, так сказать, спортсмены к высоким результатам. А считаете ли вы, что спортсмены стали заложниками как раз вот той коммерциализации спорта, когда на кону у нас помимо рекордов, помимо наград еще стоят какие-то призовые деньги, какие-то сумасшедшие бонусы. И, соответственно, спортсмен для того, чтобы обеспечить себе нынешний день и сделать финансовые заделы на будущее, он вынужден так или иначе бежать быстрее, ехать быстрее, прыгать дальше для того, чтобы, а, получить рекорд и, б, получить какое-то финансовое вознаграждение и потом уже на старости лет ни о чем не думать. Да, вы правильно сказали, да, это все правильно, потому что по другому пути для того, чтобы, как бы, ну, образно говоря, выбиться в люди, спортсмены не видят. Я понимаю, что вы не только тренируете, да, свою команду, и вы наверняка являетесь каким-то таким, может быть, старшим товарищем, у вас есть разговоры по душам, вот, может быть, были у вас когда-то такие случаи. Люди понимают, какой вред здоровью они наносят, потому что победы, они сиюминутные. Сегодня ты чемпион, а завтра про тебя все забыли. Но проблемы, которые будут у тебя со здоровьем, они останутся при тебе, и никто про них не вспомнит, и никто, как правило, тебе не поможет. Они осознают, что они делают. Вы знаете, в молодости на эти проблемы смотрят сквозь розовые очки. Только когда уже их настигнет эта старость, то тогда, соответственно, они вспоминают о том, что им говорил тренер или какой-то более опытный спортсмен, который прошел через это и, соответственно, получил отрицательный результат для своего здоровья. Спасибо. У нас был на связи Анатолий Николаевич Воробьев, заслуженный тренер по велоспорту. Никита, у меня к вам вопрос. Действительно, вы так покивали головой, действительно, люди не понимают, что они делают? Господин Воробьев очень четко обозначил проблему, вернее, он ее даже раскрыл частично. Я приведу данные исследования 1997 года с Северокаролинским университетом Дюк. Это университет, занимающийся и фармакологией, и биохимией, и вопросами физиологии спорта. Так вот, у спортсменов элитного дивизиона американского футбола, взрослой и молодежной лиги был пройден опрос. Согласны ли вы в 50 лет стать инвалидом или закончить жизнь до 50 лет взамен на то, что вы получите сейчас немедленный и быстрый результат, ну, например, завоюете Кубок Америки? Ответ в 74% случаев был да, мы согласны получить этот немедленный результат. Это психология людей, быстро и немедленно. Этот результат экстраполируется, да, это потрясающие данные, но тем не менее это так в успешной, богатой, богатой, развитой стране Америки, да. Что касается России, то ситуация подстегивается, во-первых, прежде всего, отсутствием системной, фундаментальной научной подготовки или, так скажем, разрушением спортивной науки или спортивной медицины в частности, которая сейчас министерством спорта пытается быть вызабновлена, и министр лично прилагает большие усилия для того, чтобы поднять спортивную науку. Это раз. И второе, это система стимулирования, особенно в регионах, на местах, когда тренеры, занимающиеся молодежным спортом, они мотивированы на получение немедленного, сиюминутного результата. Не имея, естественно, очень часто, я не говорю, что это тотально, да, но очень часто не имея багажа знаний специального, то есть очень низкий уровень профессионализма. То есть вы меня убили. Ладно, эту тему мы сейчас обязательно тоже продолжим, сейчас на Финамо ФМ Новости полторы минуты, и тему допинг-скандала в велоспорте обязательно в программе. 651099,6, код города 495, мы говорим о допинг-скандалах и о возможности исключения велоспорта из программы Олимпийских 2016 года. В гостях у нас Никита Камаев, исполнительный директор антидопингового агентства РУСАДА, у нас Андрей Шумаков тоже в студии, это пресс-аташи профессиональной континентальной команды РУСВЕЛА. Андрей, я знаю, что вы, в общем, не согласились с мнением нашего гостя Анатолия Воробьева относительно того, что тлетворное влияние Запада оказало на нашу российскую действительность спортивную в части употребления допинга. Можете полемизировать? Да, я не согласился, и вот почему. Все-таки мы все помним результаты, которые показывала легкоатлетическая сборная ГДР и плавательная, и сборная по плаванию Германской Демократической Республики. Мы все помним те скандалы, которые случились в немецком спорте после объединения двух Германий. В общем, и социалистическая медицина очень серьезно работала над тем, как обойти антидопинговые законы, пусть и того времени. Да и вообще мне все-таки складывается у меня такое ощущение, что борьба допинга и антидопинга — это борьба брони и снаряда. Можно сделать хорошую пушку, а потом сделают очень серьезную броню против пушки. Потом снова делают новый снаряд и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вот такое мнение у меня. А Коля, мы с Никитой чуть раньше говорили о том, каким образом относятся к этому спортсмены. И 74% опрошенных, но правда, американских футболистов признали, что они готовы сейчас ради сиюминутного результата употреблять запрещенные препараты. Вы обладаете какой-то статистикой относительно таких перспектив в российском велоспорте? Может быть, в конкретно профессиональной вашей команде? Я думаю, я обязательно проведу опрос в своей профессиональной команде. Что же касается других видов спорта, все-таки американский футбол — это очень агрессивный вид спорта. Это вид спорта, где действительно только здесь и сейчас, где там плечо в плечо, кость в кость и так далее. Все-таки и легкая атлетика, и велоспорт — это виды спорта немножко другой направленности. Я думаю, что там бы цифры были совсем другие. К тому же, посмотрите на профессиональный велоспорт, достаточно большое число гонщиков, кому уже либо под 40, либо около 40. Для них 50 лет — это вот уже совсем скоро. То есть вы говорите о том, о чем говорил у нас гость, да, Анатолий Николаевич Форобьев? То есть для того, чтобы получать хорошие результаты и ехать на высоком уровне, можно прийти к этому и без употребления допинга. Но при этом нужно постоянно работать и с года в год наращивать результаты. Правильно? К сожалению, сейчас я немножечко вернусь к Лэнсу Армстронгу, например. Да, конечно. Поскольку это все-таки самый громкий скандал. В то время, во времена, когда Армстронг выигрывал Тур-де-Франс, это было правилом игры. То есть допинг, но по большому счету в велоспорте, являлся правилом игры. И посмотрите, те люди, кто был близко за Армстронгом, потом все либо отбывали дисквалификацию, либо участвовали в тех или иных скандалах, операции Пуэрто и так далее. А сейчас этого уже нет. Да, возможно, тренеры, которые хотят быстрого результата для юных спортсменов и не имеют для этого средств. Да, возможно, им приходится к этому прибегать. Но все-таки профессиональные команды имеют в своем распоряжении и достаточно серьезную, разрешенную фармакологию. Все-таки не нужно же забывать о разрешенных средствах восстановления. Например? Ну, я не знаю названия препаратов, но факт, что люди не только витамины С употребляют. А я, например, слышала такую информацию, что в список запрещенных препаратов, не касаемо велоспорта, иногда включают даже такие безобидные, как мед. Есть такое, Никит? Нет, про мед я вам точно могу ответить. Я вам скажу, от легкатлетия я слышала, что в числе тех, которые дают какие-то положительные допинг-пробы, есть и компоненты, входящие в состав обычного самого меда. Ну, я думаю, что это не то чтобы преувеличение, но, наверное, отчасти желаемые за действительные люди выдают. Они хотели бы, чтобы мед был включен в запрещенный список. Запрещенный список — это открытый документ, он свободно дистрибутируется, находится на сайте Русада и ВАДа. Можете открыть его, почитать русскую версию, которая имеет подтверждение ВАДа, то есть это официальный список. Там все очень четко написано. По группам, по препаратам там все очень понятно. Знаете, очень много спортсменов жалуются. Мы употребляли препарат, не зная о том, что он входит состав запрещенных в список, потому как его только-только внесли. Такое тоже бывает. Насколько меняется быстро вот этот список, насколько спортсмен может быстро адаптироваться. Спортсмены по своей сути обязаны быстро адаптироваться. Что касается списка, то серьезно, список рассматривается, пересматривается один раз в год, может быть реже, может быть чаще. Но не чаще он может рассматриваться в случае наступления крупных международных событий. Но, как правило, это годичный цикл. То есть раз в год пересматривается список. Как правило, изменений глубоких, фундаментальных он не перетерпевает. ВАДА публикует комментарий или объяснение, дополнение к измененному списку, где все, как правило, становится ясным. Что касается позиции спортсмена «я не знал» или «оно само», то это напоминает мне разговоры ребенка из чековского рассказа и про кружку синюю, которая сама разбилась. Кодекс говорит об одном, что ответственность мы имеем дело со взрослыми, вполне дееспособными людьми, за редким исключением, если это несовершеннолетние спортсмены, но это особая история. Ты отвечаешь за любой запрещенный метод, который ты используешь. Ты отвечаешь за то, что находится в твоем организме. У тебя какие-то проблемы. Выбирай круг своего общения. Выбирай своего врача. Выбирай, что ты ешь. Слушайте, мы опять возвращаемся к этой теме, которую чуть-чуть по касательной прошли, к созданию хороших медицинских центров по всей стране и в Москве, и в регионах в частности. Ведь зачастую у многих спортсменов, наверное, к велоспорту, согласитесь со мной, Андрей, это не так часто относится, но у многих нет профессиональных врачей. Тех людей, которые знают все обо всем, как делается, что принимается, какие, может быть, восстановительные компоненты могут использоваться. Нет у нас той хорошей базы медицинской, которая позволяла бы быть в ногу со временем, идти. Так? Я бы воздержался от комментариев, есть ли хорошая, есть ли плохая. Я могу сказать о том, о чем мы сейчас говорим, о проблемах антидопинга, о образовании врачей и о структуре, которая за это отвечает. Министерство спорта в настоящее время предлагает огромные усилия по совершенствованию системы подготовки медицинской тоже. Но дело в том, что де-факто отвечает за медицинское и фармакологическое обеспечение структура Минздрава, так называемое ФМБА, Федеральное медицинское агентство, которое отвечает достаточно эффективно, как нам кажется, да, но, тем не менее, проблемы межведомственной координации, они присутствуют. Это всегда есть, да, в этом нет ничего, я думаю, такого, ну, скажем так, трагедийного, вот в нашем случае, но тем менее проблема такая существует. Мы пытаемся каким-то образом скоординировать эту деятельность, в частности, мы имеем специалистов ФМБА в своем штате, да, которые, они являются специалистами ФМБА и тоже являются сотрудниками РУСАДы, которые проводят образовательные программы и участвуют в специальных мероприятиях РУСАДы для того, чтобы как-то скоординировать эту деятельность. Но такая работа проводится для того, чтобы этот уровень медицинский, о котором вы говорите, да, уровень специалистов, обеспечивающих фарматную поддержку, был достойным. Но это реально, что когда-то наши спортсмены, придя в самый обычный диспансер, могут получить полную исчерпывающую информацию, из каких компонентов создан тот или иной препарат, можно ли ему его применять, входит ли он в список запрещенных, каким образом лучше восстанавливаться, не находя лазеек в законе, как это все будет в идеале, если будет когда-то, и если будет, то когда? Давайте разделять методы восстановления, разрешенные, и проблему информированности в области антидопинговых правил, прав обязанностей спортсмена, прав обязанностей персонала спортсмена-врача. Запрещенный список — это основополагающие документы. Если мы говорим о элитных спортсменах, спортсменах национальных сборных, да, то, естественно, федеральное агентство медико-биологическое и Министерство спорта, да, проводит оценку тех методов и средств, которые являются официально разрешенными для элитных спортсменов, для национальных сборных. То есть они проходят такую проверку. Спортсмен элитного круга, да, он априорно любое свое действие должен, он согласовывает, да, и обязан согласовывать с специалистом, да. Для того, чтобы врач был в курсе того, о чем мы с вами говорим, да, то есть запрещенный список, состав препарата можно применять, мы проводим, повторяю, большую, большую работу. Спортсмен, да, образовательный спортсмен, он действительно, мы приходим к тому, что он не то, что не самостоятельный, он действительно, отвечая в рамках кодекса за любое нарушение кодекса правил, лично отвечая, да, он, если вам угодно, но я покажу такую фразу, он вынужден в свои действия согласовывать со специалистом, с врачом, который находится рядом. Возникает вопрос, да, ответственность персонала, ответственность врача в данном случае. Мы идем к этому, наша страна и весь мир идет к этому, да, вот, например, в рамках административного кодекса Российской Федерации, административного кодекса предусмотрена и включена ответственность спортсмена за случай нарушения антидопинговых правил, в случае, если персонал ему, то есть, пардон, персонал отвечает, врач или тренер отвечает лично за случай нарушения антидопинговых правил спортсменам, если это будет доказано. Андрей, у нас сидит пресс-секретарь профессиональной команды Русвела. Как выстраиваются взаимоотношения между врачами вашей команды и спортсменами? Насколько справедливо утверждение Никиты о том, что врач в первую очередь должен тоже нести ответственность за, не приведи господи, допинг-скандал? Я думаю, что в первую очередь спортсмен должен получать медикаменты только от командного врача, если мы говорим о профессиональном спорте. Есть один момент, есть один очень серьезный момент. Спортсмену, к сожалению, никто не может запретить пойти и условно купить ЭПО в интернете, к сожалению. И ни врач, ни тренер, ни охранник с ружьем этого сделать не могут. Насколько они должны за это нести ответственность, у меня нет ответа на этот вопрос. Но если спортсмен употребляет исключительно те медикаменты, которые ему дают врач команды, то, разумеется, и врач, и тренеры ответственны за это. Более того, добавлю такую зарисовку. С врачом команды на сборах никто не любит ездить в аптеку, поскольку это затягивается на несколько часов, поскольку врач команды очень внимательно читает все этикетки, состав всех препаратов, которые входят в то или иное лекарство. А, то есть ты можешь купить препарат, якобы тот, который разрешен, а в его составе может находиться запрещенный какой-то компонент. И опять получается замкнутый круг. А я не знал, я не увидел, что в этом препарате есть такие компоненты. Такого быть не может. На территории Российской Федерации требования Министерства здравоохранения и регуляторных регистрационных органов совершенно четко регламентируют требования к упаковке и маркировке лекарственных средств. В лекарственные средства должны быть упакованы и инструкция по применению и на упаковке должен быть описан весь состав основных действующих веществ. Добавочные мы не берем, но основные действующие вещества должны быть описаны. И специалист, беря в руки упаковку, если он хочет купить что-то помимо рекомендованного или утвержденного списка препаратов, он должен провести такую оценку обязательно. Что касается вопроса, о котором сказал Андрей, относительно того, что никто не запрещает спортсмену купить что-то на стороне, и потом большой вопрос, каким образом несет ответственность врач или персонал спортсмена, тренер за подобные действия, я скажу следующее, что каждый случай нарушения антидопинговых правил, в частности положительная проба с точки зрения допинг-контроля, она не автоматически несет за собой последствия санкций, но проходит так называемую фазу слушаний и дисциплинарного комитета, где проводится определенная процедура в стандарте, где спортсмен дает свои показания. Ведь решение у тех или иных санкций, оно достаточно вариабельно, оно, скажем так, оно описано и стандартизовано, но вариабельно. То есть это за одно и то же самое нарушение может быть применены разные санкции. И уровень этих санкций зависит от того, что спортсмен изложит. Каким образом спортсмен будет... Оправдываться. Слово оправдываться давайте. Оправдываться это опять из вокабулария моей дочки, которая разбивает стакан. Но в рамках этого слушания становится понятно место персонала спортсмена. И степень ответственности. И степень ответственности как следствие. Тренера, спортсмена и врача. Абсолютно. Андрей, буквально одним словом, Никита много говорит о том, что должны быть образовательные центры и взаимодействие между врачами и, соответственно, медицинскими структурами. Ваши врачи взаимодействуют с РУСАДО, например? Да, безусловно. То есть у вас есть плотный график взаимодействия? Да, через федерацию. Сейчас это будет все плотнее и плотнее. Возвращаемся через полтора минуты. Пока новости. Сегодня мы играем на своем поле. На правовом иногда поле. Сегодня у нас игра идет. Мы говорим о допинговых скандалах. И о скандалах, которые в частности связаны с велоспортом и с перспективой в больших кавычках. Исключение этого вида из программы Олимпийских игр 2016 года. Никита Камаев, исполнительный директор антидопингового агентства РУСАДО у нас в гостях и Андрей Шумаков, присоставший профессиональной команды РУСВЕЛА. Знаете еще, о чем мне с вами, уважаемые гости, хотелось поговорить? Ведь очень много появилось высказываний на тему различных видов допинг-препаратов. Знаете, с чем связано? Когда та же китайская сборная, и после этого можно ставить большую точку, выходит на любой спортивный паркет, поле, площадку. Она тут же выигрывает все, что можно. Многие заговорили, что есть какие-то допинг-технологии, которые известны только им. Может быть, они будут традиционные для Китая и нетрадиционные для нас. Может быть, они будут какие-то еще не выявленные. Есть американская система допинг-препаратов, которая пока, может быть, другим странам не известна, и пока наши, допустим, соотечественники и европейские соседи до этого не дошли. Но просто есть то, о чем мы еще не знаем, и, соответственно, выявить не можем. Никит, вы так улыбаетесь хитро, если бы можно было, сказал в усы, но усов нет. Вот что вас так повеселило? Что касается таинственных, как я называю, тибетских лабораторий или подземелья Оклахомы, где есть некие заводы, которые разрабатывают нечто, что не ловится и вообще непостижимо уму, то я скажу очень просто. Как физиолог, если угодно, как биохимик, я вам скажу такую вещь, что все процессы, все физиологические процессы в организме, в том числе процессы, которыми и обуславливаются достижения спортивные, то есть чистая физиология, они транспарентны, они понятны. Может быть, если говорить о каких-то очень тонких процессах на уровне генома, да, там есть область неизученного. А что касается переноса кислорода или повышения мышечной массы, задержки азота, все понятно, поэтому никаких особых механизмов и препаратов быть не может. Физиология человека изучена очень хорошо. И любой препарат, который влияет на эти процессы, он рано или поздно, да, будет понятен. Такого, в принципе, быть не может. Что же касается того посылок, о котором говорил Андрей, что гонка казаки, разбойники, броня и бронебойный снаряд, то, наверное, я должен сказать следующее, что эта история заканчивается. В середине 2000-х годов эта история заканчивается. Действительно, до 2005-2009 года история антитопингов организации спорта напоминала определенную гонку. Кто быстрее, да, они придумывают что-то, они, да, мы что-то ловим. В настоящее время новый принцип так называемого биопаспорта, когда решение или понимание, что происходит с организмом спортсмена, производится не путем детекции непосредственно самой молекулы или запрещенного метода, или субстанции, а путем тех изменений биологических, которые происходят в результате этого воздействия, и на основании этого делается заключение, это принципиально новый подход, который, во-первых, позволяет избегать принципа броня-снаряд, это раз, работать превентивно. А во-вторых, с точки зрения этого подхода, не существует запрещенных субстанций. Нам не важно ловить субстанцию, нам не важно изучать какой-то новый фармпрепарат, который неким образом воздействует, ну, например, на эритропоэс. Мы видим те показатели биохимические организмы спортсмена, которые являются абнормальными и которые однозначно свидетельствуют о этих, так сказать, экзогенах, то есть сторонних воздействиях. Но не пойман не вор, сами знаете. Ну, как это не пойман не вор? Клаудио Пикштайн пыталась это доказать с миллионными адвокатами в 2009 году. Первая немецкая спортсменка, которая была дисквалифицирована по так называемой non-analytical probe, то есть по ненатической пробе. В настоящее время больше 30 человек, уже по 30 человек в мире, в том числе и российские спортсмены, дисквалифицированы, то есть к ним применены санкции по биопаспорту. То есть по, скажем так, ситуации отсутствия конкретных аналитических данных по запрещенному препарату. Тогда расскажите мне, человеку, не сведущему в медицине, почему выходит китайский спортсмен, бежит быстрее, почему выходит Майкл Фелпс и плывет с потрясающей скоростью? В жизни всегда так. Когда я читаю на каком-то форуме заявление, лейкотическом форуме, как же так? Сейчас вот я тренировался и ничего не принимал, и я не могу выполнить, там, или простой человек сейчас не может выполнить уровни кандидата в мастера спорта или мастера спорта по лейкотистике. Кто тебе сказал, милый друг, что каждый может быть мастером спорта? Спорт — это борьба индивидуальности. Спорт — это борьба пассионарности, если вам угодно. И отнюдь не факт, что каждый человек может стать олимпийским чемпионом. Согласна. Вот вам мой ответ. Андрей, скажите, пожалуйста, а когда проходит вот этот процесс получения биопаспорта спортсмена? У вас же тоже наверняка в команде есть такое? Я думаю, да, но, честно говоря, в этой области я все-таки небольшой специалист. Ну, вот меня очень интересует мнение спортсменов, как они к этому относятся. Говорят, ребят, ну вы нас уже просветили со всех сторон, теперь еще и биопаспорт. Дайте нам пожить спокойно. Или они, в общем, с пониманием? Я сталкивался с этой историей, правда, в легкой атлетике, а не в велоспорте. И там действительно это было все очень ново. И более того, те легкоатлеты, кого дисквалифицировали за биопаспорт, они до последнего думали, что все обойдется, поскольку не считали показатели биопаспорта самым серьезным доказательством в пользу их вины. Давайте непосредственно к велоспорту, коли мы все-таки здесь эту тему обсуждаем. Вот все это признание Арнстронга, вся эта ситуация, которая произошла. Андрей, по вашему мнению, для чего он это сделал? Ведь ему наверняка не хотелось лишиться всех своих титулов. Тур де Франс выигрывает не каждый, да, упоминая Никиту. Не каждому надо даже норматив кандидата в мастера выполнить. Не каждому хочется лишиться бронзовых наград Олимпийских игр. Для чего это Арнстронгу? Почему? Что его сподвигло? Вот ваше мнение профессионального человека. Я думаю, что Лэнс Арнстронг признался в тот момент, когда он уже был, что называется, приперт к стене. Все свидетельства были сделаны против него, все говорило против него. И поэтому другого выхода, кроме как признаться и попытаться спасти хотя бы часть своей репутации, мне кажется, у него не было другого выхода. Другое дело, что для того, чтобы признаться, Лэнс Арнстронг выбрал не суд, выбрал не сотрудничество с УСАДА, а выбрал телевидение. В общем, это для американцев достаточно симптоматично. Мы можем вспомнить, что и Тайлер Хэмилтон, и Флойд Лэндис, люди, которые, грубо говоря, сдали Лэнса Арнстронга, делали это тоже на телевидении в прямом эфире. Это попытка получить кусочек чужой славы? Это попытка прославиться, это попытка на этом нажить небольшой капиталец, поскольку тот же самый Хэмилтон написал книгу, которая, в общем, серьезно разошлась и принесла ему серьезные дивиденды. Никита, а как отреагировали, или, может быть, по-другому вопрос поставить, не могло ли вот это признание быть спровоцировано всемирным антидопинговым агентством? То есть, может быть, они, ну, каким-то моментом прижали, вот как говорит Андрей Арнстронга к стене, и он должен был признаться? С точки зрения антидопинговых процедур и с точки зрения позиции, если угодно, мирового олимпизма, признание Лэнса в масс-медиа, в этой передаче, не имеет никакого смысла, поскольку его вина доказана, да, то, что вы называете допингом, те случаи, о которых мы говорим, всего 8, скажем, допинг — это 8 статей нарушения, в том числе то самое содействование, назначение, укрытие, это все является допингом, да, то есть с точки зрения антидопингового законодательства совершенно ясно, что Армстронг должен быть дисквалифицирован. Точка. Это решение было принято, и, соответственно, все его любые заявления вне рамок расследования, смысла, как я сказал, с точки зрения антидопинговых процедур, не имеет абсолютно. Если говорить о пиаре, мне сложно сказать, вот Андрей очень четко, я сказал, я с ним солидаризуюсь здесь совершенно, поэтому говорить о том, что он как-то рассчитывает на какое-то смягчение или на возвращение в триатлон, там другой вид спорта, на смягчение санкций, я не вижу для этого базы права. Мне, честно говоря, Армстронга очень жаль. Во-первых, потому что он действительно очень хороший спортсмен, а во-вторых, потому что человек, который справился с таким заболеванием, которым Армстронг страдал, у меня заслуживает огромного уважения. Мне жаль, что с ним все вот так произошло. Вот у вас нет чисто человеческого к нему сожалению. Вот ваша чисто человеческая позиция. Вы сейчас не человек, представляющий Русаду, а вы, Андрей, не представляете свою профессиональную команду. Вы оба просто люди. Вот свое отношение к этому, если можно. Это достаточно сложный вопрос. Безусловно, Армстронг пострадал и пострадал больше, чем его коллеги, которые пользовались примерно теми же способами для достижения своих результатов. Но ведь он и был лидером своего времени. Он и выиграл на этом больше. И поэтому, в общем, то, что он пострадал больше других в определенной степени справедливо, на мой взгляд. Никита, а вы как говорите? Очень хорошо, очень точно сказано. Несмотря на всю историю, особенно последних полутора месяцев, это огромная человеческая трагедия. Но сказано в Писании, да, многому большому многое и дается. И, соответственно, отвечаешь. Много спрашивается. Много спрашивается, конечно. А скажите мне, пожалуйста, может быть, это не очень корректный с точки зрения медицины вопрос, но тем не менее, у Армстронга было диагностировано онкологическое заболевание. Мы с вами говорили о том, что многие препараты, которыми спортсмены пользуются из запрещенного списка, они провоцируют так или иначе проблемы со здоровьем. Могли ли эти препараты быть связаны с тем заболеванием, которое было у спортсменов? Из тех препаратов, которые применял Лэнс, вернее, с его слов, да, там было на самом деле несколько препаратов, прежде всего речь идет о эритропоэтине рекомбинантом. Там был тестостерон, это половой гормон, анаболический стероид. Там был кортикостероид, вот, и был, по-моему, я не помню, что там было еще у него. Там он про переливание крови. А, и про гемотрансфузию самое. Но если говорить о тестостероне, то, безусловно, препараты тестостеронного ряда, как мужского плавного гормона, они могут влиять на развитие онкозаболеваний. Это совершенно однозначно. Тем более по тому диагнозу, по той нозеологии, которая была у Лэнс. В самом прямом смысле этого слова. Это же ужас ужасный. Да, да. Как раз вот... То, о чем мы с вами говорили. Да. Он сам жертва. Ну, вот в этом разрезе, наверное, да. Но как бывший ученый или как человек, близкий к науке, я могу сказать так, что надо это доказывать, надо об этом говорить предметно, на самом деле. Было ли это заместительной терапией уже после случая? Применял ли он этот препарат до диагностики, до диагностирования этого заболевания? Это сложный вопрос. Но то, что тестостерон является препаратом, провоцирующим заболевание подобного рода, это однозначно. Это доказанный факт. Но тогда это же можно вот как пример приводить для будущих поколений. Ребят, хотите вот так закончить свою жизнь? Можно кушать всякие невкусные таблетки? Хотите пусть быть мастером спорта, но все-таки быть здоровым? Можно по-другому себя вести? Или это не показатель? Все об этом через несколько лет забудут? Как, Андрей? Я думаю, что тот скандал, который произошел с Лэнсом Арстронгом, должен, по идее, послужить хорошим уроком для велогонщиков, да и для всех спортсменов, которые выступают сейчас. Велоспорт будет чище? Я думаю, что он уже чище. Никита, одно слово. Будет чище после этого грандиозного скандала? Очень не хотелось бы, очень бы не хотелось бы верить в то, что только кнутом, только страхом можно изменить ситуацию. Одной из наших задач, или приоритетной задачей Росады является именно превенция, профилактика или, если угодно, образовательные проекты, которые позволили им сознательно делать такой выбор. Но, наверное, я должен признать, что и такая вот, если угодно, такая фискальная функция, функция кнута тоже каким-то образом меняет сознание людей, к сожалению. Спасибо. У нас в гостях был Никита Камайев, исполнительный директор антидопингового агентства Росады. У нас был Андрей Шумаков, предсаташе профессиональной команды Росвела. Мы говорили о допинге в велоспорте. «Да будет он в Олимпийских играх, да будет он чистым». Это была программа «На своем поле». До встречи через неделю.